Она по городам детства зовется неспроста, а здоровье подрастающего поколения беспокоится на всех уровнях власти. Как обезопасить детей от пожаров, насилия в семье, несчастных случаев и предотвратить детскую преступность, говорили на совещании в городской администрации. Неблагополучным семьям необходимо пристальное внимание и зачастую помощь. В зависейший период 2014 года проведено 334 элитовых мероприятий. Для этой цели было сформировано 4609 рейдовых групп из числа сотрудников управления отделов администрации муниципального образования города Анапа, сотрудников отдела МВД России по городу Анапа, представителей молодежных общественных формирований и родительской общественности. В рамках рейдовых мероприятий за 11 месяцев текущего года выявлено 820 подростков, которые допустили нарушение детского закона. В результате составлено 763 протокола о правонарушениях. Родителям необходимо исправить ситуацию. По результатам проведенных рейдов отчитали все участники рейдовых групп. Семьям оказывают социальную помощь, даже если семья не обращается самостоятельно по каким-то причинам. Готовы сами собрать все документы, и если они реально претендуют на адресную социальную помощь, то они ее получат. В преддверии новогодних праздников под особым контролем пожарная безопасность. Руководитель следственного комитета по Казахстанскому правилу написал представление в администрации муниципального оборудования о том, что в крае участились случаи гибели и сосновидений детей на пожарах. Поэтому в первую очередь эта работа, как мы ее понимаем, должна направлена именно на выявление тех семей, которых не обеспечена безопасность. В первую очередь в отделе пожара. Пожарные службы города и района провели инструктаж с активистами, сходы в сельских округах, акцию «Новый год» в общеобразовательных школах и проверки в неблагополучных семьях, розетки, приборы, системы отопления. Устранить недочеты тоже помогут по доступным сниженным тарифам. Глава курорта поручил незамедлительно создать аналитическую группу и всю собранную информацию, зафиксированную в ходе проверок, проанализировать. Нужно, еще раз повторяю, не выходя из кабинета, проанализировать хорошо акт. То есть и так на него посмотреть, и так. И определить, какие же меры по акту необходимо. Если в акте написано, по решению грязь, дети не ухожены. Как вы думаете, кто завтра туда должен прийти? Правильно, врач должен прийти. И еще соответствующие слова. Родителям несовершеннолетних детей не стоит оставлять детей дома в одиночестве и подвергать их жизнь риску. Обширный план городских праздничных мероприятий, хорошая возможность организовать досуг ребенка. Его можно найти на сайте администрации или в управлении культуры. Здоровье и безопасность детей – это наша общая забота.